Всем доброе утро! Начинаем с вами третий день нашей овощной недели. И начинаем его, как я и собиралась, от оладушек кабачковых, но только я их в этот раз готовлю по-новому. Я готовлю их в вафельнице. Уже исходя из того, что приготовила из своего опыта, нужно делать их потоньше, потому что в них достаточно много жидкости, несмотря на то, что отжимаешь кабачки, чтобы они пропеклись как следует. Добавил в этот раз чеснок и зелень, получился очень вкусно. Вот я себе испекла вафельки свои. Это оладушки, но они мягенькие получились, как венские вафли, только с чесноком. Я в этот раз положила чеснок, зелень, посолила как следует и поменьше муки. Там слишком много было муки в прошлый раз. А в этот раз я поменьше муки. Пахнут, конечно, они на всю кухню просто бомбически. Детям эти обычные вафли. Или я просто говорю, ну, вкусно! Съел вафлю, ну, курицей позавтракал с макаронами на завтрак. Вот, курицей с макаронами нормальный. Потом вафелькой шлифанул. Вот, а у меня сейчас вот это будет. Но я, тут у меня получилось 6 штук, по-моему. Да, 3, наверное, сейчас съем, а 3 тогда или позже, или завтра на завтрак. Но я чувствую, что они на завтра не доживут. Ну, вот он мой завтрак наконец-то готов. 3 вафельки и кофе с молоком. Я не могу без кофе по утрам. Кто может, поздравляю, а я не могу. Вафельки вкусные, я уже попробую откусила одну. Но они чуть-чуть недосолены. Блин, я никак не это самое. Не соображу, сколько солить, чтобы было нормально и не пересолено. Ладно, сейчас еще посолю немножко. Всем, кто кушает со мной, приятного аппетита! Сейчас я показ не буду, извините, я не, как это, не красилась с утра, не это. Это мужчинам-блогерам хорошо, умылся уже, красавчик. А женщинам нет. И надо накраситься, привести себя в порядок, как-то принять ванну, выпить чашечку кофе. Вот, так что будем пока так. Вышли с Эльдаром гулять и решили зайти в перекресток. Пришлось пройти. Ой, я тут себя вижу, красотка. Сейчас там, говорят, большой выбор овощей, надо посмотреть, выбрать себе. Эльдар понесся с тележкой. Ну, вот эти вот овощные развалы мне уже больше нравятся. Ну, тут сразу все, прям очень удобно. Такие овощи, сяки, гриба. Гриба, густые грибы. Опять все эти салаты. Ой, не надо кататься на тележке, Эльдар. Так больше не делай. Так, салаты, всякие, лук, 150 видов травы, айсберг. А где? А, вот еще. Внимание, решено, администратору позву пройти на космос. Морковь, картошка. Давай обойдем здесь Эльдарик с этой стороны еще. 150 видов картошки. А где мои баклажаны? Там кулачки. Перцы, о, баклажаны, здравствуйте. Кабачки, но они подороже, чем пятерочки. Такие же точно обурцы, опять 150 видов. Ну, обурцы, пятерочки уже по 110, это 189. Нет, я разочарована. Маловато тут всего. О, а вот бакинские, которые нам, которые выглядят совсем не так. Вот какие-то Азербайджаны. По 249 рублей. Ну, вот же все эти такие. О, какие они. Они еще не созрели до конца. Короче, нет. Зато консервированных вообще тут прямо. О, прикольные какие штуки. Мини-патиссоны, да? Консервированные. Вот еще закуска. А еще такой суп-пюре из шампиньонов. Извините, я пас. Что тут еще интересного? Салат крымский с томатами и сладким перцем. Лечу. Ой, это что такое красивое. В гламурной банке. Печеный плажан смахнулся. Ого, все ясно. Осторожный, да? О, вот это, да, банка. Банка каких-то ростков. Стоит, конечно, дичь. Что это? Ого, господи, джонджоли. Что это такое? Джонджоли, бочковой засод грузинской кухни. Что это сделано? Из чего? Продукт джонджоли соленый. Это что такое растение? Надо это погуглить. Выглядит, конечно, креповато. Свекольная икра. Борщ есть, пожалуйста, в банке. Всякие там тещины языка. Это типа остренькое. Баклажаны. Вот такой салат. Знаешь, что там это в масле. Короче, тут улуп, ухо, целая куча всего. Вот среди готовой еды никогда не найдешь ничего овощного. Одни сплошные салаты майонезные, макароны и всякие-то пюре с котлетами. И все, рис, плов, ну и ладно, сами сделаем. Мы пришли с прогулки, а я не красилась с утра, ничего не голову не мыла. Жарко не могу. Короче, нагулялись аж на 7 тысяч шагов. Я хочу сказать, мне магазин Перекрос так разочаровал. Я думала, там прям будет сейчас ого-го, сколько всяких овощей. Там выбор такой же, как в пятерочке, плюс-минус. Единственное, что соленья стоят вместе с овощами. И выбор картошки больше. Все остальное точно такое же, только цены выше. Все, вся разница. Вот, так что не знаю, куда еще сходить мне. Какие московские магазины? Азбуку вкуса сходить, где овощи разные продаются. Пока мне в пятерочку ставят выбор овощей. Сейчас мы тут сели ужинать. Ой, ужин, господи, уже ужинать. Обедать сели я, Алена, а Лидар там сейчас разгревается ужин. Сейчас покажу, что мы кушаем. Себе, которая вчера готовила капусту тушеную с сосисками, разогрела. У меня как раз такая плошечка осталась. Алене и себе тоже порезала огурцы. Алена сказала, что огурцы со шкуркой, это не по фэншую. Надо их обязательно от шкурки чистить. Так что мы их почистили от шкурки. Это как отец Ильдар. Он не мог есть эти мандарины, апельсины с этими перепонками, с пленками. Как вы ей можете так есть, их нельзя так есть. То есть мало того, что кожуру счищал, это еще переплети пленки между дольками. У Алены с оба с наггетсами. Ильдару сейчас я положу тоже обед. Вот, если кто-то с нами ест, всем приятного аппетита. Я сейчас не буду, у нас не мукбанк, слава тебе, господи. Не буду снимать, как я ем, никого это не интересует, я думаю. Так, отдохнула тут, посуду помыла, съела одну вафельку свою, оладушки, которые. Думаю, что я, одну еще хочется. Ну, если что, уже от обеда прошло, там, два с половиной часа. Сделала себе кофе с молоком, игруху запустила. Все же отдыхаю. Дети там по-своему отдыхают. Я по-своему. Вот. А то, что я думаю? На ужин не знаю, что буду делать. Наверное, рис буду с этими овощами доедать. Не знаю, посмотрим. А Алена что-то как-то без энтузиазма к рису. И я такая, Алена любит рис с овощами, Алена любит рис с овощами. А Алена такая, ну, я не хочу. И, короче, я одна его ем. Ну, ладно. Ничего страшного, салатный раздел. Салат-то однозначно на ужин, салат прям то, что надо, милое дело. Много его наелся. Вроде как он не очень такой. То есть ложишься с легким желудком. Вот. Алена с Ильдаром пошли гулять. Мы сейчас тут с вами будем салатик делать. И немножко поболтаем. Я взяла опять этот айсберг. Надо его доесть. Чем-то желтый, кажется, на камере. Хотя он не желтый, нормальный. Вообще заметила, что у меня как-то камера передает немножко неправильные цвета. Иногда слишком ярко все такое, как будто под фильтром. Иногда какое-то все блеклое. Как-то очень, короче, странно это все. Я хочу сказать вот что, интересную вещь. Мне тут написали в комментариях, а напишите, насколько вы похудеете. А вот интересно, типа, как вы будете худеть. Все такое. Ребята, хочу сказать я вам. Я не собираюсь худеть. Мне комфортно, все окей. Потому что худеть, я не знаю, как у кого. Я когда начинаю садиться, у меня иногда бывает, что-нибудь какая-нибудь желтая вода в голову ударит. Надо худеть. Все полагаются, так все вроде хотят быть худыми. Вот. Надо. И начинаешь. Рушат с этого дня. Я буду делать то, буду делать все. И я не знаю, у кого как. А я, например, сразу заболеваю. Сразу, моментально. Причем бывает по-разному. Бывает, у меня начинается мигрень очень сильная. Бывает эти, как их, температура. Бывает, я думаю, сейчас вот начнутся каникулы. Я там буду спортом заниматься каждый день. Утром йогой. Ходить. Там 20 тысяч шагов. Потому что 10 тысяч шагов я делаю просто в легкую каждый день. Без проблем. Вот. Начинаются каникулы. И у меня какая-нибудь то ангина. То еще что-нибудь. То, то, то это. Это не по носу, так золотуха. Я, короче, уже, я такая, так, боже, я поняла твой замысел. Буду, остаюсь до толстой и красивой. Никаких похудений. Вот. Поэтому пока по медицинским показаниям мне не надо будет худеть. Я не буду никакие диеты соблюдать, ничего. Я буду жить в кайф. Чего и вам всем советую. Живите в кайф. Пока вам естся, ешьте. Пока вам танцуются, танцуйте. Вот когда по медицинским показаниям. Например, когда я была беременна, и как-то мне захотелось чипсов. А я так очень тревожная в плане здоровья, очень мнительный человек. Я врача спрашиваю. Гинеколог. Я была молодая, красивая, очень стройная. И я не помню, как сейчас, как звали. Я говорю, поскорить, пожалуйста, а вот я не знаю, беременности. Ну, беременно можно, при беременности можно чипсы. Они же вроде как вредные считаются. А она мне говорит, ну, представьте, что все, что вы едите, то, что вы едите, точнее, вы предлагаете своему ребенку. Как вы думаете, ребенку можно такое? Я говорю, ну, нет, я думаю, что нет. Она говорит, ну, вот вы ответили на свой вопрос. То есть, если бы вы своему новороженному ребенку этого не дали, то и не надо. Ну, такой, конечно, спорный момент. Но я как представила, да, у беременности же еще и извращение вкуса. То хочется, то это, то клубники с салом. Мне вот эти раз пива захотелось, хотя не пью вообще. Захотелось прям пива, не могу. Пошла, купила себе гриб пруд, съела. Меня немножко отпустило, он тоже горький. Видать, что-то горького хотелось. Вот. И так к чему я веду? Так вот, когда в беременность надо было соблюдать определенную диету, у меня все было, ой, я вас считаю, все было отлично. Я в каждую свою беременность выходила с весом меньшим, чем входила в нее. То есть, я за время беременности худела, потому что я соблюдала диету. Но это было медицинские показания. Поэтому мне это легко давалось, не сложно. А вот просто так, я как бы, ну у меня нет мотивации. А когда, знаете, есть такая поговорка, если у человека есть зачем, он преодолеет любое как. И в то же самое, в обратную сторону тоже работать. Если тебе это незачем, то ты это делать не будешь. То есть, у меня медицинские показания похудения нет. То есть, у меня нет ни одного заболевания, связанного с лишним весом. То есть, сахар у меня стабильно низкий, с сосудами проблем нет, с сердечно-сосудистой системой нет проблем. Давление у меня 130, ой, извините, нет, 110 на 70 у меня рабочий всегда. Вот, у меня у мамы пониженное давление 90 на 60 рабочий, у меня в нее 110 на 70. Вот, на четвертый этаж я работаю в школе, на четвертом этаже я поднимаюсь без остановок, без, да, я там в конце тяжело дышу, все, но я вот поднимаюсь легко. То есть, не, это как его, скажите мне, нет такого, что я остановюсь, дышаться, и потом опять пойду. Нет, да, я поднимаюсь, тяжело, у меня дети иногда такие, о, тяжело, идут со мной вместе, о, дайте постоим. Я говорю, эй, алло, вы что, я большая толстая тетя, иду, я, вы молодые, даже, наоборот, бежать быстрее меня. Мы, когда из метро выходим с Эльдаром, у нас всегда такая игра есть, кто быстрее добежит до автобусной остановки. У нас нужно выйти из метро по лестнице, то есть, ну, как лестничный пролет такой большой, широкий, и завернуть за угол и бежать к остановке. И вот он всегда выигрывает только потому, что я поддаюсь, то есть, я по лестнице через ступеньку скачу, как сайгак. Я со стороны, наверное, сжачно выглядит. Ну, а что поделать-то, ребёнок просит играть, ради бога. Вот. И, ну, короче, нет у меня мотива, если про здоровье говорить, про личную жизнь. Ну, мне жила всегда, муж, там мужчина, ну, спасибо большое, конечно, что я вам сделала, не знаю, не надо мне этого желать. Если бы я хотела быть замужем, я бы была. То есть, если бы я хотела, ну, остаться в статусе семейной женщины, я бы осталась. То есть, это не для меня было, как бы сказать, не было для меня проблемой остаться. То есть, это всегда расставание с мужчиной было по моей инициативе. Вот. Что ещё? Для чего я в счёт худеть? Я не знаю ещё. Чтобы нравиться, я и так нравлюсь, кому мне надо, я нравлюсь, кому не надо, мне как-то барабан. Чтобы со здоровьем не было проблем. Но если начнётся проблема со здоровьем, то тогда и будем худеть, в эту сторону думать. Но пока что я контролирую своё здоровье. Я каждый год прохожу медосмотр, диспансеризацию. Плюс я два раза это делаю, потому что у меня медосмотр ещё на работе, я прохожу в частной клинике. Вот. А так, одежду я себе покупаю, приспокою на озоне. Очень любимые цвета, любимые размеры, обувь тоже. Иногда хочется. Я вот после 10 класса, после 11 с подружками ходила в скион, бегали там. И мне вот этой лёгкости, конечно, не хватает. Может быть, поэтому, кстати, я соблюдаю сейчас овощную вот эту неделю. Вот я уже сделала салатик свой. Красота. Сейчас, Алёна, при этом будем кушать. Вот. И хочется лёгкости, вот этой невесомости, когда ты бежишь. Вот. И она вот, овощи они дают такую лёгкость. Я поэтому, ну, меня спрашивают ещё иногда, почему вы начали вот эту снимать неделю овощную. Для чего эта цель какая? Ну, вот цель такая, почувствовать лёгкость. Лёгкость в теле. Идёшь такой, как воздушный шарик, тебе легко, как-то, ну, не знаю. Ну, хочется вот этой лёгкости, её не хватает. А в остальном, в принципе, я это делаю ради удовольствия. Вот. Потому что жить надо в удовольствие. У вас жизнь одна, вас не будет. Это не черновик, когда вот сейчас я закончу институт, буду жить. Вот сейчас я разведусь с мужем, буду жить. Вот сейчас я перееду, буду жить. Нет, живите сейчас. Живите, кайфуйте, как там Бузова говорила. Кайфуйте. Что-то там с надрывом с таким, с пафосом. Ну, по факту, конечно, смешно, но по факту это она правильно сказала. Надо жить сейчас и жить сейчас с удовольствием. Вот. Поэтому я делала овощную неделю. Я хочу жить с удовольствием. И ещё интересная штука. Я как-то говорила, что вот я люблю овощи, мне нравятся овощи. А как начала, дошло до дела, так я эти, не знаю, что приготовить, не знаю, что будем кушать, не знаю, что себе сделаем. Такая, а, мамочки мои, так как-то набор овощных блюд у меня очень ограничен. Это плохо, надо расширять свой рацион. Вот. Надо ещё найти магазин, куда можно сходить и прикупить овощи. Потому что вообще, ну что за выбор. В пятёрочке больше всего выбор овощей. Я вообще не ожидала этого. Я ещё думала, может быть, в Фудсити съездить. Но там цены дорогие. Не дорогие, высокие. И тёплый стан ещё есть, рынок на тёплом стане. Ну, я в ЮЗАО живу, юго-западный административный округ в Москве, там у нас округа. Вот. Я живу в ЮЗАО. И у нас ближайшая это Фудсити. И вот рынок на тёплом стане. Вот туда надо сесть, посмотреть, что там ещё есть. Потому что я как-то вообще не ожидала. Я когда жила в набережной Челнах, я заходила в супербаркет. И там выбор вообще был просто нереальный. Вообще не сравнить с тем, что здесь, в нынешних московских магазинах, я там и кальраби могла купить. И то, и это, и пятый, и десятый. Мне не нужно было, чтобы в один магазин пойти там ценную капусту купить, в другой магазин пойти свежую брокколи купить. Я в одном супермаркете у дома. Я жила, если кто из набережной Челнов меня смотрит, я жила на набережной Габдултукая. Я забыла, как эта остовка называется. Десятый комплекс. Прямо вот на этой самой, в историческом центре. Прямо вот этот самый большой дом вдоль набережной. Я забыла, 10 дробь чего-то там. Вот. И вот этот вот через дорогу, через трамвайные пути, как он, не перекресток даже, я не помню, как назывался этот супермаркет большой. Ты заходишь в него и сразу попадаешь в овощное дело, там было все. И лук, шалот там был, и латук, и сельдерей, и кальраби, и все виды капусты, и брюссельская капуста, и совойская. Там все было. Такого не было, чтобы зашел и бегаешь по магазину, где там что, какие овощи есть, каких нет. Вот как-то я удивлена, если честно. Ну, поедем еще, съедем, я Альдару с собой возьму, съедем на рынок в Теплом Стане, наверное, посмотрим, что как. И еще пойду, посмотрю по другим магазинам, потому что вообще мне этот выбор, конечно, совсем не прельщает. Ну все, сейчас мы будем ужинать. Я покажу, что на ужин будем есть. Так, ну вот, Алена, пришла наконец-то. Макарон нет, собу будешь кушать? Да-да. Не хочет он кушать собу, значит, идет тогда. В зал. На самом деле, обошь есть. Так, вот моя тарелочка. Алена сказала, будет только салатик. Возьми себе для салатика, Алена, а где для тарелочки? Ты себе, я сейчас перемешаю, а ты себе положишь. Вот что мне нравится в салате айсберг, что он такой хрустящий, такой летний, такой травянистый, прям он трава. Его кушаешь, да, ням-ням, Алене тоже очень нравится, только он, зараза, дорогой, дороже, чем обычная пекинская, допустим, капуста. Поэтому мы его часто не берем. Вот, сейчас я Алене отложу. Сразу. Можно, Ален? О, Алена себе тарелочку достала, конечно. Ой, извините, сейчас хочу показать просто. Да, еб просто, потому что у меня вилка вываливается. Тарелочка, в которой я делала салат, тарелочка, которую достала себе Алена. Если я безуменько, там не по месяцу, ты понимаешь? Да ладно, я не против-то, господи. Да что ж мне все падает-то? Из рук все валится. Держи, солнышко. Держи, моя звездочка. Кушай овощи. Кушать надо много овощей. Дальше все знаем продолжение. И не будем его говорить вслух. Вот так, все, отлично. Все, наконец-то. Все довольны. А еще квасика себе тут купили. Какой-то в этом, как его, в красном-белом квасик. Ильяр тут тоже тянется руками, ему хочется салата. Вот такой у меня ужин. Ой, я уж не буду а-ля мукбанг снимать. Будем так, по-простому. Всем приятного аппетита. Так, ну что, день подходит к концу. И как традиция с огурцом, подводим итоги. Мне кажется, вот эта овощная неделя, это лучшее, что случалось в плане еды за последние несколько лет. Потому что, ну, во-первых, я ем то, что я люблю. Ну, за исключением того, что я не могу приготовить некоторые вещи. Сейчас, подождите. Очки мне. Ресницы упираются в очки. Неудобно, короче. Купила себе новую тушь. И теперь у меня ресницы. Не могу моргать. В очках неудобно. Во-вторых, это, значит, первое, что мне очень нравится. Я прям вообще кайфую очень сильно. Вот. А второе. Что? А, вот что хотел сказать. Мысль уходит. Короче, а второе, что не стоит, если у вас есть овощная диета, но если вы едите в основном овощи, не стоит ее чем-то разбавлять. Вот таким. Как вот я вафель поела, и о-о-о, тяжело. А сейчас на ужин поел особо. И тоже пожалел тысячу раз. Надо было особо взять в два раза меньше. Потому что вот эта свежесть овощная, вот эта легкость, она забивается посторонней едой. И надо побольше овощей и поменьше другого. Вообще очень вкусно. Я теперь понимаю тех, кто на кето-диете. Правда, там много еще мяса и жира, я бы такое не смогла съесть. Они тоже в основном едят овощи из углеводов, я имею в виду. Вот. Очень классно. Один раз даже читала дневник одного чувака. Он, короче, придерживается predator diet, диета-хищника, и ест только мясо, жареную сведенину два раза в день. Капец. И ничего, нормально себя чувствую. Вот. Но если мне, как это сказать, по финансам я буду вписываться, я вот такие овощные себе загрузы, разгрузы, не знаю, как это назвать, буду регулярно сейчас устраивать, потому что это очень наполняет энергией. Вот. Короче, за день итог. Все отлично было. Алена моя, кстати, стала, говорит, я так хорошо стала кушать. Я сегодня утром ела, ела эту, омлет, ну, яичница, она просто сбила яйца. И огурцы, наобед, там, собу с наггетсами, и огурцы, и перец мы порезали. И вот на ужин, у него был салат еще. Мне, говорит, так хорошо стало, так хорошо питаться. И такая прям, о, прям у слады для моего материнского сердца. Еще бы вот Эльдара на свою сторону перетянуть, но он ни в какую. Он даже собу не стал есть, хотя раньше очень сильно любил. Он теперь все разлюбил. Любовь прошла для Эльдара помидоров. Вот. Короче, и завтра встречаемся на этом же месте, в это же время. Вот. Всех обнимаю. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Пока-пока. Ешьте овощи. Пока.